Вот уже несколько лет подряд в новогодние праздники в Химках открывает свои двери настоящая резиденция Деда Мороза. В этом году свои письма с желаниями дети приносят в музейно-выставочный комплекс «Артишок». Все чаще молодежь желает себе под елку в подарок компьютеры, планшеты и игровые приставки. А вот о чем просили взрослые, когда сами были детьми? Этот вопрос мы задавали химчанам в течение месяца на улицах города. Я просила куклу у Деда Мороза, но однажды я попросила более дорогую куклу, а мне принесли более дешевую, поэтому я немного подрастроилась. А сейчас я уже прошу деньги чаще всего. Это самый лучший вариант. Ты можешь купить все, что хочешь. Наверное, какие-то игрушки. Помню, что родители всегда умудрялись как-то так прятать подарки, и они оказывались под елкой настолько неожиданно, что я очень долго верила в Деда Мороза. Поэтому буду стараться для дочки делать так же. Помню, куклу хотела. Но Деда Морозу я не подарю. А потом уже не помню. Я, по-моему, всего лишь один или два раза писала. Посмотрели Мороза. И в основном игрушки, как дети. У детей ценности другие были. Кончет, наверное, яблок у нас не было на Дальнем Востоке. Яблоки такой аромат был. Мандарин. Давали по одной штучке. И мы дома все дети между собой и родителям делили. Ой, помню. А сейчас сады в Подмосковье. Столько яблок. Думаю, в детство бы нам их. Ой, вот этот аромат помню до сих пор. Да я ничего не просила. Я в него не верила с самого детства. У родителей тогда какие подарки просили? Ну, конфетки, шоколадки, платья, кофты. Помню. По-моему, большая радость была. Это мандарины. Я жила в пригороде. Ну, 100 километров от Москвы. Там было. Так что мандарины, наверное, самые незаменимые. Ну, да, Барби были, конечно, в детстве как раз. Они просят кукол Лол. Супер Нитендо. Еще? Трансформеры. Ну, наверное, все. Вот раз. Былась мечта? Нет. Детская нет. Конечно, верил. Да. Я просил у него, не знаю, игрушки в основном. Конечно же, только игрушки. А какие? Я уже не помню. Конструктор. Наверное, больше всего хотелось конструктор. Наверное, Лего. Вот. Или железную дорогу по классике. Не просил ничего. Честно. Просто, как говорится, ждал Новый год. В наше советское время желание Нового года, это было счастье для каждого ребенка. Соответственно, каникулы, игры, спорт. Компьютер игрушечный. Бобби Борна. Ну, вот в таком плане. Ну, я не знаю. Все, наверное. А, просила для кукол всякие домики. Я всегда просила здоровья маме и папе. Ну, и какую-нибудь игрушку. А до сладости побольше, конечно. В принципе, все. Больше ничего в детстве не просили. После войны что мы просили? Сладости просили, игрушку просили, и мира просили. Вот что просили мы после войны. Игрушечного собаку. Какого-то мультика? Нет, просто собаку. Я не помню, мне кажется, я в магазине ее где-то видела, поэтому просила вот игрушечного пса. Потому что настоящую собаку, наверное, не могли себе позволить, поэтому хотелось игрушечную. Деда Мороза я просила конфеты. Каждый Новый год. Каждый Новый год мне приносили очень вкусные конфеты. Наверное, куклы. Вот основные какие-то желания были. Если прям вот брать в глубоком детстве. А потом перестала в него верить. У Деда Мороза. Ну, разные подарки. Помню, я как-то просила, чтобы повесили кончик именно на маленькую елочку, чтобы узнать, где существует ли Дед Мороз. Вот. А так, ну, игрушки мягкие я любила. И всегда большие мишки и конфет были. Краски точно, игрушки всякие. Побольше времени с родителями проводить хотелось. А, еще я хотела снегокат. Конфет, наверное, много. Это было очень давно. Больше ничего не было в это время интересного. Субтитры сделал DimaTorzok